Всем привет, ребят, с вами я, Мкира. Сегодня я, наконец-то, хочу ответить на ваши комментарии. У меня сейчас, короче, выстрелило прям видео, которое, где меня жестко-долго до работного рефлекса, вот, на что я сама, в принципе, подписалась, не знаю зачем, но я получила то, что я хотела. Я это видео снимала, наверное, года два назад, вот, и, блин, оно сейчас просто прет, прет и прет. Вот, там уже 200 с лишним, наверное, тысяч просмотров, вот. И что самое интересное, знаете, люди пишут такой негатив, они смотрят такие видео, вот, пишут, за такие видео и рассказы нужно сажать и надолго. Ну, а зачем тогда вы смотрите вот эти видосики, вот этого я, честно, не понимаю просто. Бред, это больной человек, даже слушать противно, нужно лечить однозначно. Ну, не слушайте, не слушайте, я вообще не понимаю, мне когда не нравится видосик, я просто, как бы, его, в принципе, не включаю. А тут, понимаете, вот именно эта тема, эта тема всегда всех задевает. На эту тему всем интересно посмотреть видосики, узнать историю людей. Вот, а тут просто один негатив. Возможно, есть видео этого, нет, видео, нет, к сожалению. Значит, пишут, вот времена пошли, какая-то, глядь, хвастается своими похождениями, есть чем гордиться. Вы это смотрите, но вот это оскорбление, конечно, я снимала видосик не для того, чтобы меня оскорбляли, а для того, чтобы люди получили урок, да, и поняли вообще, а нужно им это или нет. Так, следующий вот комментарий, это все на этом же видео. Бабушка вздыхает, бабушка страдает, потеряла бабка и покой и сон. Двери все раскрыты, но не найдут бандиты. Пусть придут не шестеро, хотя бы вчетвером. Отц, тоц, перевертоц, бабушка здорова. Отц, тоц, перевертош, кушает компот. Отц, тоц, перевертош, и мечтает снова. Отц, тоц, перевертош, пережить налет. Вот, да, за такие видео надо реально давать срок. Хера ли вы их смотрите? У меня просто этот вопрос не выходит из головы. На большой банке со смазкой должно быть написано для шрус. Я не знаю, что такое шрус. Может, это Т-9 исправила? Да-да-да. Так, браво, браво. О, какой-то хороший комментарий. Браво, Кира, хорошего настроения тебе. И все-таки снежной зимы. И, конечно же, обнимем за меня море. А у меня шпиц и британка. Собаки лучшие, друзья, на земле лучше, чем люди. Это 100%. Никогда не подведут и любят всю жизнь одного хозяина. Котяра, у тебя прикольные обнимашки. И хорошего нового кода. Ну, просто, вот, просто, вот, вот, просто сердечко. Так, следующий комментарий. Деревня. 100% из деревни приехала в город. Ну, если что, я вам скажу, что я, наоборот, из города, можно сказать, приехала в большую деревню. Потому что, ну, Анапу городом назвать, ну, сейчас, может быть, да. Тут она так расстроилась. Возможно, это город. Но, когда я сюда приехала, тут не было абсолютно ничего. Особенно, не высоток вот этих вот, да. То есть, вот это, можно сказать, была деревня. Так, порадовала видео. Спасибо. Так, вот. Для утехи большое, а для жизни маленький. А что будет со мной, когда я буду старенький? А, кстати, вот, хотела рассказать про маленький размер писюна. Вот, все думают, девушки, по крайней мере, да. Ой, вы знаете, писька бывает, когда она еще не встала, бывает совсем малюсенькая. Ну, там, вот, вот, ребят, вот так вот бывает. И никто не может угадать, как она раскроется. Знаете, почему? Потому что, когда большая писька, тогда размер, он практически таким, ну, остается, он очень сильно не увеличивается. Максимум это 2 сантиметра. А вот маленькая писюлечка, она может раскрыться так, что, блин, ого-го будет. Но все равно, я все-таки взяла за правило. Это очень странно, конечно, звучит. Но взяла за правило. Обязательно, перед тем, как знакомиться с человеком, вступить с ним в отношения, да, обязательно нужно спросить про размер. Вот, потому что, потому что, это я не говорю для тех девушек, которые хотят отношений, хотят встречаться, там, замуж и так далее. Я говорю просто о тех девушках, женщинах, которые хотят, ну, просто развлечься, развеяться и так далее. Всегда спрашивайте размер, это важно, чтобы вам не разочароваться. Так, ту-ту-ту, ох, нет, ладно, такое зачитывать не будем, потому что нельзя. Вот, опять-таки же, негативный комментарий. У этой коровы, у меня, то есть, есть родители? Вопрос. Да, родители у меня есть. Если они это увидят? Вопрос. Что будет? Они это не увидят. Вообще ничего не будет, я взрослая тетя, как хочу, так и живо. Если бы это была моя дочь, я бы больше никогда не общалась с ней. А, это даже женщина пишет. Как можно опустить себя до такой низости, да еще не на камеру, рассказать это как о подвиге? Вот тоже у меня есть ответ, как я могла. Как можно опустить себя до такой низости? У всех у нас, людей, есть свои пошлые фантазии, есть свои пошлые мысли. Просто у нас вот, у нас не принято об этом говорить, да? Да, но каждая женщина, каждая женщина мечтает вот именно о таком, что испытала я. Каждая женщина. Просто они молчат, а вот это вот, а вот это вот, просто понимаете, это зависть. Это зависть, потому что у нее такого не было, а у меня было. Так, я не верю, что это было с ней, она все придумала. Если бы у нее был такой, она просто бы не смогла ходить физически. Ну, физически, а вы же не знаете, как я себя после этого чувствовала. Ну, да, ходить было трудновато, но что поделать? Как жалко таких нет до людей, сладкое, прекрасное наслаждение от занятия любовью превратить вот в это все грязно, пошло, мерзко и стыдно. Вот опять-таки же еще одно подтверждение тому, что люди просто завидуют. Катя, держись, они просто сжируют и хотят понизить рейтинг. Вот, да, так оно и есть. А, вот, комментарий. Врет. У мужчин никогда не будет стоять на женщин с наколками. Во-первых, что хочу ответить, это не наколки, это татуировки. И наколки у меня были тогда, когда вот я делала на плече себе, там, кошечка какая-то у меня была, потом 500 раз ее я переделывала. Ой, еще что там написали. Вот, была на ноге розочка, и это было сделано в 18 или, по-моему, в 17 даже лет струной от гитары и гелевой ручкой, пастой от гелевой ручки. Вот тогда это была наколка, сейчас татуировки. И то, что не у всех стоит, вот, знаете, пока, пока в своей жизни, вот, кроме этих комментариев, мужчин я не встречала, которые не хотят с татуировками. Они, наоборот, хотят, они, наоборот, хотят, они рассматривают, они кайфуют от этого. Так, следующий комментарий. Кира, скажи, почему девушки не любят, когда им заканчивают в ротик? Ну, во-первых, девушки, да, скорее всего, девушки до, ну, 28, будем говорить, и они это не воспринимают, как я это тоже, да, прям не могла. Ну, что это, фу, блин, это что-то противное, это так мерзко, ну, это вродительно. Но, как только вот этот переступает порог возраста, да, нормально, я сказала, нормально. Вот, так, понимаете, хочется, наоборот, от мужчины почувствовать вот это вот теплом, вот это вот извержение вулкана. Прям хочется, вот понимаете, если этим занимаешься, и хочется прям все, 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 чтобы поглотило полностью от и до. Иначе кекс это не до кекс без этого, и я считаю так. То есть ни лицо, ни животик, ни грудь, ничего не сравнится с ротиком, да, вот это прям, это такой кайф. Но это девушки понимают намного позже, и это хорошо, это хорошо, не нужно раньше времени развращаться. Так, какая самая пошлая мысль о незнакомом мужчине посещала тебя? Кстати, у меня было такое, особенно вот когда у нас у девушек, у женщин овуляция, ты идешь по улице, и как назло, вот как назло встречается тебе по пути такие, блин, такие красивые, такие, которых ты хочешь, а может это все и вот это, гормоны играют, да, но, блин, мысли посещали, да, разные. Просто вот взять вот так вот, кто нравится, идет, и просто вот взять и вот так вот его где-нибудь есть такое. Было такое также в лифте, когда я ехала, как раз ехала на работу, зашла в лифт, и за мной зашел такой молодой паренек, блин, я что только там уже не передумала, я уже и представила, уже и так, и рачком уже, и всяко, и всяко, всяко. Это бывает, это бывает, ну, скорее всего, это может быть от недостатка кекса, да, не знаю, но у меня вот после 28 лет пошло вот такое вот то, что частенечко я могу представлять такие моменты, и, наверное, смогла бы что-то такое и сотворить. Так, Кира, моя девушка любит ходить без трусиков, почему? Ну, я только могу сказать на своем примере, я тоже раньше не любила ходить без трусиков, это для меня что-то, фу, блин, да как так без трусов, тем более, если на улице холодно, а сейчас мне просто по кайфу, особенно вот это вот на лосинах, там, на джинсах, да, вот эта вот прошивка, где идет, она так приятно вот потирает, так сказать, потирает, и я получаю от этого некое удовольствие, мне приятно, особенно если на встречу идут молодые люди, это такой своеобразный кайф. Так, Кира, был ли у тебя секс, кого имя ты не знала? Блин, ну это, подождите, подождите, нет, а считается то, что если не помнила просто на утро, вот то, чтобы совсем не знала, вот так вот встретиться где-то что-то неожиданно, нет, такого не было. А вот если просто забыла с вечера, ну, когда молодой человек познакомился, и на утро, блин, ёб твою мать, как его вообще зовут, а? А что вообще у нас было, блин? И потом вот так неудобно сидишь и пишешь ему, так, ну хоть имя там свое напиши, господи, как узнать твое имя? Вот такое было, было один раз, один раз такое было, вот. Это очень странно, это неудобно, некомфортно спрашивать у человека потом свое имя. А так, чтобы не знала имя и потом все закончилось. Подождите, я вспомнила, было, было такое в поезде, ребята, было в поезде, в тамбуре. Я вообще без понятия, как его звали. Сейчас меня опять там, давай, шлюшка, вот это вот, все, давайте, давайте, называйте, я уже готова. Но было в поезде, в тамбуре, когда я ехала в Москву, да, такой один мужичок. А я смотрю, у мужичка длинный нос, длинный нос говорит о чем? О том, что у него хорошее достоинство. Вот, и что-то он со мной так заговорил, вот эти вот комплиментики, мне, в принципе, нахер они не нужны были. Я и так была готова уже, потому что была на взводе, да и вообще у меня долго никого не было. Было такое, в тамбуре поезда, я даже рассказывала об этом историю. Я так и не узнала, как его зовут. На этом, ребят, все. Если у вас еще остались какие-то вопросы, пожалуйста, я прошу вас, пишите в комментарии, я на них обязательно потом отвечу. А также не забывайте про мой Бусти канал и вообще приват канал. Если что-то непонятно, ссылочку оставляю в описании на мой Телеграм, в личные сообщения, пишите туда, спрашивайте. Я все вам обязательно отвечу. Ну вот так. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Ну а с вами была я, Кира Найт. Всем хорошего настроения.